Определились с алгоритмом работы, наметили планы на ближайшее время. В администрации Самары обсудили планы по ремонту 60-го дома по улице Красноармейской. С жителями встретились глава Самары Елена Лапушкина и депутат Госдумы Российской Федерации Александр Хинштейн. Трехэтажный дом был построен еще в 1899 году по проекту известного самарского архитектора Щербачева в так называемом кирпичном русском стиле. Это значит, что кирпич использовали не только прикладки стен, но и для отделки фасада здания. После революции 1917 года доходные дома Челышова превратились в коммуналки. Сейчас это здание относится к памятникам архитектуры. В марте прошлого года в одном из подъездов дома пятом случился пожар. Теперь он непригоден для жилья. Но благодаря усилиям городских властей дом удалось включить в программу капремонта и в этом году там начнутся работы. Я очень рад, что у нас виден свет в конце тоннеля. Мы наконец определились с алгоритмом действий, который позволит нам восстановить этот замечательный памятник, один из символов старой Самары, Челышевский дом на Косноармейской улице. Сегодня мы проговорили последовательность действий. Фонд капитального ремонта включает, в текущем году уже включил работы по восстановлению кровли, по ремонту фундаментов и по ремонту фасадов. Согласно намеченным планам, в этом году в доме отремонтируют крышу, начнут работы, связанные с укреплением фундамента, а в следующем году их завершат и приведут в порядок фасад. Оксана Тихомирова живет в этом доме с 1989 года. Говорит, рада, что городские власти нашли возможность пойти навстречу жильцам. И сейчас эта история про то, как объединив усилия жильцы многоквартирного дома, собственники, со собственником, муниципалитетом и с властью, спасают дом, ну и, собственно говоря, спасают самих себя. Я убедилась, что у нас все будет хорошо, хотя работы будет очень много. Все работы по адресу Красноармейская, 60, планируют завершить к 2025 году. Виктория Шарая, Константин Головин. События.